Всех приветствую на моём канале! Сегодня мы с вами готовим блины. Тесто, которое готовится за несколько секунд. А начинка подойдёт любая. Давайте приступим и приготовим вместе! Для приготовления теста на блины нам понадобится мука высшего сорта. Я уже предварительно её просела. Здесь у меня 200 грамм. Газированная минеральная вода. Обычная минералка, но обязательно должна быть газированная. Я использую обуховскую 11. Желательно открывать бутылку перед тем, как начинаем готовить тесто. Растительное масло, сахар и соль. Так как мы будем готовить сегодня и сладкие, и солёные блинчики, мне понадобится ещё овощной бульон. Я буду добавлять в тесто. Можно добавить куркуму, можно также добавить приправу для картофеля. Можете добавить любую приправу на свой вкус. Также мне понадобится ещё твёрдый сыр и понадобится зелень. Зелень у меня замороженная. Я непосредственно её достану перед тем, как буду добавлять в тесто. Можно использовать любую зелень. Укров, петрушку, зелёный лук. Главное мелко-мелко нужно будет нарезать. Сейчас сыр я натру на среднюю тёрочку. В муку добавляем щепотку соли. Одну столовую ложку сахара без горки. Нам понадобится 500 мл газированной воды. Выливаем в муку, воду и всё хорошо размешиваем. Вот так быстро это тесто готовится. Буквально несколько секунд. Вот и тесто готово. Добавляем растительное масло. 5 столовых ложек. Всё размешиваем. И оставляем тесто минут на 10 настояться. Ставим в сковородку разогревать. Сковородку берите с хорошим покрытием. Под первый блин смажу сковородку растительным маслом. Оставшиеся блины буду жарить на сухой сковородке. Вот такой консистенции у нас получилось тесто. Жарим блины для сладкой начинки. В разогретую сковородку отправляем тесто и распределяем по всей сковородке. С одной стороны блинчик поджарился. Можно переворачиваться. Очень легко они переворачиваются. Блинчик поджарился с другой стороны. Можно снимать сковородки. Вот такие у нас получаются блинчики. Вот так он выглядит с другой стороны. Все оставшиеся блины жарим на сухой сковородке. Блинчик обжарился. Можно переворачивать. Очень легко они переворачиваются. Видите, на сухой сковородке как они легко переворачиваются. Три блинчика я испекла для сладкой начинки. Можно подать с вареньем, с медом или со сметаной. В оставшееся тесто добавлю овощной бульон, пол чайной ложечки. Много не добавляю. И добавляю зелень. Укроп. Можно добавить зеленый лук, петрушку. Это уже на ваш вкус. Продолжаем жарить блины с зеленью на сухой сковородке. Можно блинчик переворачивать. Блинчик обжарился с другой стороны. Можно снимать с сковородки. Вот такие получаются блины. Три блинчика я испекла с зеленью. Теперь в оставшееся тесто отправляю 40 г сыра, натертого на среднюю терку. Продолжаем жарить блины на сухой сковородке с добавлением сыра. Блинчик обжарился. Можно переворачивать. Блинчик обжарился с другой стороны. Можно снимать. С этой пропорцией теста у нас получилось 9 блинчиков на любой вкус. Три блинчика для сладкой начинки. Три блинчика с приправой и зеленью. И три блинчика с приправой, зеленью и сыром. Я вас угощаю, мои дорогие. Заходите в гости еще. Я вам буду очень-очень рада. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok